В декабре 1941 года Варшанское паровозное депо пришел устраиваться на работу молодой мужчина. Родом он был из семьи раскулаченных крестьян, поэтому подозрений у гитлеровцев не вызвал. Оккупанты решили, что такой человек биться за советскую власть не будет. Пройдет несколько месяцев, прежде чем они поймут, как ошибались. Константин Заслонов родился 7 января 1910 года в городе Осташкове Тверской губернии. Его отец Сергей Гаврилович был родом из деревни Бондаре, Балыздинской волости Невельского уезда Витебской губернии. Мать Анна Петровна – уроженка села Хатошина Осташковского уезда. На время знакомства с матерью Анной Петровной он был чернорабочим, ну а она была прислугой в купеческом доме. Отец часто менял место работы, потому что он был одержим мечтой накопить денег, чтобы приобрести хоть кусок земли в свое личное пользование. В поисках лучшей жизни многодетная семья Заслоновых отправилась в Петроград. Но началась Первая мировая война. Отца отправили на фронт. Анна Петровна устроилась на завод «Красный треугольник». Условия для работы были плохими, здоровье ухудшилось, и она переехала на родину Сергея Гавриловича. Еще ребенком Константину пришлось помогать семье. От туберкулеза погибают его два брата – это Леонид и Анатолий. Конечно же, в таких условиях дети быстро взрослеют. Единственное, о чем они думают, это как помочь родителям и прежде всего самим себе. Так 8-летний мальчик начинает работать пастухом на целую деревню, а через год и поступает в школу. Конечно же, учиться и работать было нелегко. Как отмечала его сестра Татьяна, то будучи одним из старших детей, Константин работал наравне со взрослым. Зимой он учился, а летом, конечно же, работал. В таком темпе он работал до тех пор, пока не поступает в сапожное подмастерье, где и находился до 13 лет. В 1924 году Константин Заслонов поступил в Невельскую школу второй ступени и становится комсомольцем. Его первая учительница Анна Васильевна отмечала, что Константин Сергеевич Заслонов отличался своими неординарными способностями, усидчивостью, целеустремленностью. И в 1927 году Константин, как отличника школьной комсомольской организации, направляет в Великолугскую профтехническую школу железнодорожных путей. А отец был категорически против такого стремления Кости. Он желал, чтобы Константин остался дома, помогал в сельском хозяйстве. Но Косте же с детства была мечта, он хотел водить паровозы. И вот за такую его своевольность отец не помогал ему ни деньгами, ни продуктами. Когда Константин подал заявление на стипендию, и какое-то время он эту стипендию получал. Реально, ему нужно было просто выжить, он голодал. Кто-то из знакашников посчитал, что семья Константина зажиточная. Из несметных богатств лошадь, корова, да механический инвентарь. Костю лишили стипендии и хотели исключить из училища. Но за него поручились его товарищи, и поэтому удар был страшный. Костю исключили из комсомола, однако оставили на учебе. Ну, а как большинство молодежи в то время, Константин, конечно же, очень высоко ценил доверие товарищей. То, что его приняли в комсомол, придавало ему гордость и уверенность в своих силах. И тут, исключение, Константин даже предпринял попытку суицида. Константин узнал, что в сундуке у друга был револьвер. Он его украл и хотел застрелиться. К счастью, револьвер оказался незаряженным. Всей своей последующей жизнью он пытался доказать то, что он за своего отца не в ответе. То, что он верный сын советской родины. Даже заявление о приеме в партии Константин Сергеевич подал только в сентябре 1942 года, когда стало известно о награждении его орденом Ленина. Хозяйство отца сгорело. И вскоре пошли обвинения в том, что сделано это было умышленно, чтобы не отдавать собственность колхозу. Так его отец попадает в ссылку и его отправляют в Заполярье. В 30-м Константин Заслонов заканчивает Великолугскую профтехническую школу железнодорожных путей. И здесь начинается его стремительный карьерный рост. Только представьте, на депо он приходит в 20 лет. И через слесарем обычным, а через полгода он работает уже помощником машиниста. Через 5 лет он помощник начальника депо железнодорожной станции Новосибирска. Через 2 года начальник депо в Рославле. А в 1939 году он работает начальником депо в самой Орше. Во время работы в Витебском депо Константин попросился к другу Владимиру на постой. Мол, в общежитии условия плохие. Но на самом деле Косте понравилась сестра Володя. Она в железнодорожной столовой раздавала талоны на обед. Анна Захаровна, мать Раисы и Володи, посмотрела на неусокого парнишку. Согласилась выделить ему угол в доме. И Костя, прежде всего, приложил все силы для того, чтобы понравиться будущей тёще. Когда же уже и Раиса, так сказать, ответила согласием на то, чтобы с ним встречаться, Костя осмелился попросить у матери её руки. А в 1933-м Константина направили в командировку на Дальний Восток, на Уссурийскую железную дорогу. И туда он отправился уже не один, а со своей молодой супругой. Там же у них родилась и старшая дочь Муза. А в конце 1939-го родилась младшая Иза. В 1937-м Заслонов был назначен начальником паровозного депо Врославль. В 1939-м на ту же должность в Оршу. За всё время работы Константин ни разу не был в отпуске. В июне 1941-го года появилась возможность отдохнуть. Жена и дочки уехали в Ленинград, а Константину нужно было передать дела коллегам. Но началась Великая Отечественная. Из Ленинграда Раису с детьми эвакуировали в Бугуруслан. Больше свою семью Константин не увидит. Орша – крупнейший железнодорожный узел. 23 июня город начинают бомбить. Железнодорожники работают круглосуточно. В первые две недели войны депо Заслонова смогло подготовить 150 паровозов резервного состава. 2 июля Константин Сергеевич Заслонов получает приказ о немедленной эвакуации оборудования депо. И через 10 дней сам вместе с воинским эшелоном покидает Оршу. Константин попадает в Москву. Там он работает в депо имени Ильича. Но не хочет оставаться в тылу. Обращается к наркому путей сообщения Лазарю Кагановичу с просьбой вернуть его на оккупированную территорию. И таких, как Константин, достаточно. Для начала их всех направляют в школу диверсантов. И там люди мирной профессии обучаются азамкартографии и радиодела. Обучаются изготавливать и использовать средства диверсий. Такие, как магнитные мины, мины-сюрпризы и в том числе угольные мины. Он от начала до конца, можно сказать, был автором идеи создания такого диверсионного отряда по дезорганизации паровозного движения в тылу врага. Поэтому он, собственно, пришел с этим предложением. Ему дали добро. Он собрал отряд. И осенью 41-го года они вышли в тыл врага, собственно говоря, в тыл немцев. А дальше работа у немцев. Оккупантам нужны были опытные железнодорожники. Биография Уза Слонова была как раз подходящая, собственно говоря, для легенды противника советской власти. Поскольку он был сыном раскулаченного крестьянина, которого в свое время именно за то, что отказался отречься от отца, исключили из комсомола. Он очень даже смог залегендировать, если можно так выразиться, свое плохое негативное отношение к советской власти. И был принят на работу в качестве начальника русских паровозных бригад. А его соратники, которые дошли с ним до Орши, стали, соответственно, машинистами и начальниками водоснабжения депо. Мины они маскировали под кусок угля. Взрывчатку обматывали мокрой тряпкой и посыпали угольной крошкой. Для того, чтобы ее незаметно можно было пронести в топку паровоза, такие мины изготавливались сначала из той взрывчатки, которую они принесли с собой за линией фронта. Потом, когда эта взрывчатка закончилась, начали на свой страх и риск выплавлять из снарядов, которые находили на местах недавних боев. Совсем еще очень много этих снарядов лежало, их собирали, хранили, разбирали. То есть это, конечно, было смертельно опасно для людей. Подпольщики угольной мины называли тещинами подарочками. Их бросали в общую угольную кучу. Предсказать, когда мина попадет в топку, было невозможно. Были также и такие отчаянные железнодорожники, которые подбрасывали эти угольные мины в топки паровозов, которые сами же и вели. Акцент ставился не на непосредственно подрыв какого-либо единичного состава, а на возможность организации системного уничтожения подвижного состава, причем как можно дальше от места назначения. Для этого были использованы специальные, новая, можно сказать, на тот момент технология, так называемая, вот уголь подкладывался из рычатка, подкладывалась непосредственно в топку паровоза, в тендер паровоза, чтобы он мог быть взорван не в депо, а во время движения. Таким образом осуществлялось в том числе и не только сам паровоз выходил из строя, но и весь эшелон жил под откос. Данные о количестве диверсий группы Заслонова разнятся. Точно известно о 170-ти. 93 паровоза было уничтожено за три месяца. Это на самом деле огромный результат, поскольку как раз это был период битвы под Москвой, и Орша это был основной перевалочный пункт, через который проходили эшелоны с живым составом и с оружием, и, соответственно, Заслоновцы внесли огромный вклад в поражение нацистов под Москвой. Крупной диверсией, которая сорвала планы гитлеровцев при наступлении на Москву, явилась заморозка зимою в феврале 42-го года, заморозка всего узла водоснабжения. Тогда больше чем на неделю было нарушено движение поездов через Оршу, а напоминаю, именно через наш город, и шел основной поток вражеской техники. Подпольщики умело маскировались. Они были в хороших отношениях с охранной службой и с фельдфебелем, но регулярные диверсии заставили гитлеровцев усомниться верности Заслонова. Первый раз его арестовали 23 февраля 42-го года, то есть на достаточно долгий срок он мог выходить из-под подозрений. По наводке подпольщиков советская авиация провела так называемую праздничную бомбежку, то есть 23 февраля это день советской армии. И в этот день, соответственно, погиб, достаточно серьезно было повреждено и депо, и вокзал. Тогда впервые Заслонов был арестован, его достаточно жестко допрашивали, подозревая как раз в том, что он является наводчиком для советской авиации. Но, во-первых, он оставался до этого все-таки на хорошем счету, и непосредственно на это время у него было алиби. Он со своим соседом, с немецким фельдфебелем, как раз во время бомбежки играл в шахматы, они вместе, собственно, прятались в бомбоубежище. Формально предъявить Заслонову было нечего, специалистов не хватало, и его пришлось отпустить. Но для Заслонову задержание стало сигналом – пора уходить. Базу партизанскую начали создавать в январе 42-го года, это недалеко от Орши, в районе деревни Логи. То есть уже было понятно, что рано или поздно уходить все равно придется, то есть необходимо было готовить отходные пути. После ареста, то есть в этот же день он предупредил тех, кто должен был уйти с ним, после того, как его выпустили из тюрьмы, выпустили с допроса, уже в конце февраля на заранее подготовленную базу из Орши ушло около 35 человек в главе Заслоновым. То есть это было ядро партизанского отряда, который потом был назван в честь Заслонового отряда «Дядя Костя». В марте отряд получил боевое крещение. Бойцы разгромили немецкий гарнизон в районе деревни Межево под Оршей. Летом отряд уже насчитывал порядка 300 бойцов с оружием. Они объединились с другими пятью партизанскими отрядами в бригаду имени Заслонова. Старались не просто разбирать рельсы, поскольку все-таки были профессионалы, знали, что и как взрывать. То есть они старались непосредственно подрывать не дорогу как таковую, а движущуюся по ней составу. То есть подрывали бронепоезда, выводили из строя, старались именно, чтобы мина срабатывала в момент, когда локомотив проходил по ней. Это, конечно, было очень опасно, с риском для жизни. Сослуживцы о Заслонове говорили так. Строгий, требовательный, но справедливый. Не боялся перед вышестоящим руководством отстаивать свое мнение. Горой стоял за своих подчиненных. Были случаи, когда делился своим пайком с железнодорожником, у которого была многодетная семья. Такое воспоминание Веры Васильевны Доморадской, бывшей партизанки. Когда мы уходили на задание, нужно было заложить мину под железнодорожное полотно. Костя, Константин Сергеевич уже, он осматривал одежду партизан. Ну, а кто это в основном были? Молодые парни, девушки. И он увидел, что у Верочки, у нее прохудившиеся валеночки. И он ей отдал толстые вязаные носки, чтобы она их подделала. Каждый раз, когда Константин Сергеевич отправлял бойцов на какое-то задание, на какую-то диверсию, он всегда говорил, хлопчики, берегите себя. Видите, что не получается. Отходите, в другой раз сходите, в другой раз сделайте. Не требовал выполнения заданий любой ценой. Бригада Заслонова не только совершала диверсии, но и переманивала на свою сторону бойцов Русская Национальная Народная Армия. Русская Национальная Народная Армия. Антисоветское вооруженное формирование. Инициатива его создания принадлежала бывшим белым эмигрантам, братьям Сергею и Николаю Ивановым, поступившим на службу к немцам. Они настаивали на том, что среди военнопленных можно найти большое количество желающих сражаться против советской власти. В Смоленске было много лагерей для военнопленных. Там и начали формировать армию. К лету 1942 года смогли набрать около полутора тысяч бойцов. Многие, кто потом впоследствии переходил уже на сторону партизан, они объясняли свое вступление в это соединение именно тем, чтобы получить оружие, но не умереть от голода, и при первой же возможности попытаться на сторону партизан перейти. Он установил связь с переводчиком штаба Русской Национальной Народной Армии, с Вельсовским. И бойцы также проводили агитацию, связные проводили агитацию среди вот этих вот ставших коллаборационистами бывших советских солдат. И достаточно многие изъявляли желание переходить в партизаны. То есть вот самый массовый переход состоялся в августе 1942 года. Тогда на сторону партизан заслоновцев перешло около пяти гарнизонов. То есть это больше 230 человек. Причем они перешли с оружием в руках. Плюс с ними перешло около 80-78, по-моему, полицейских. То есть, ну, это был серьезный такой удар для командования Русской Национальной Народной Армии. Изобращение Константина Заслонова командирам и бойцам Русской Национальной Народной Армии. «Дорогой товарищ, близится его гибель, приходит конец фашизму». Скомпрометировали фашисты себя окончательно и бесповоротно. «Я прошу в любое время удобное для вас явиться ко мне для устных и личных переговоров. Заверяю вас и даю честное слово партизана. Идите абсолютно спокойно. Не беспокойтесь за последствия. Никто вас и пальцем не тронет. Не спадет с вас ни одного волоса. И будет несправедливо, если мы, советские люди, будем друг друга уничтожать, когда у нас есть общий проклятый враг. Время встречи, место встречи устанавливаете вы. Я благосклонно полагаюсь на вашу честность и справедливость». К осени 1942-го от Центрального штаба партизанского движения поступает приказ выводить партизанские соединения за линию фронта для того, чтобы влить их уже в действующую армию. Константин Сергеевич считает этот приказ вредным. По его мнению, как раз врага нужно бить с двух сторон. Он уверен, что партизаны тоже являются мощной силой, которая наносит захватчикам значимый урон. Однако против приказа командования заслонов идти не может. И потихоньку, частями он выпускает отряды своей бригады за линию фронта. Осенью 1942-го заслонов вместе с оставшимися партизанами находился в деревне Куповать. Она окружена лесами и болотами. В селе Камбрик ждал перебежчиков из числа бойцов Русской народной национальной армии. «В этом отряде, который дислоцировался в городе Сено, нашелся предатель. И выдал их гитлеровцам. Зачинщиков расстреляли, остальных отправили на фронт. Оккупанты знают точку сбора – деревню Куповать. Но они не знают о присутствии там заслонова. В деревеньку направлен батальон карателей. Заслонов с утра 14 ноября он уже ждет народников, которые пойдут за ним. Большая часть партизан в это время отдыхает, потому что предыдущим днем они проводили рейд по близлежащим деревням. Около 11 утра заслонов видит группу людей, которые выходят из леса, выходят с лесной дороги и направляются к деревне. Направляет заслонов Григория Козловского посмотреть, кто там. И вот тот подходит и видит, что это совсем не те люди, которых они ждали. Только Козловский пытается повернуться, как-то предупредить своего командира, но офицер, ведущий отряд этих карателей, он его застрелил. Своего адъютанта, 18-летнего Женю Корженя, заслонов отправляет будить партизан, а сам отправляется в штаб, чтобы уничтожить бумаги. Бой длился практически целый день. 28 партизан против 200 карателей. В районе двух часов дня убили Женю. В пять вечера заслонов дал приказ отступать. Константин Сергеевич уйти не успевает. Он смертельно ранен пулеметной очередью через грудь и живот. И практически сразу он и скончался. Когда же оккупанты приказали местным, ну уже заняв деревеньку, приказали местным опознать убитых партизан, те сказали, что мы никого не знаем. Они пришли к нам на ночь, насильно заняли дома. Мы с ними не знакомы. Вот так гитлеровцы и не узнали о смерти заслонного. То есть они даже в принципе не знали, что он где-то здесь находился. Заслонов стал символом борьбы. Создаются новые партизанские отряды, которые носят имя легендарного комбрига. Немцы на него продолжают охотиться и повышают цену за его голову. Она дошла до 80 тысяч марок. Предлагалось тому, кто доставит гитлеровцам заслонного, живого или мертвого, значит, денежная сумма, железный крест, это такая награда, и даже два поместья в Германии. Не нашлось желающих настолько увеличить свое благосостояние. А вот, как я уже сказала, ширится партизанское движение под именем Заслонова, и оккупанты не отменяют вот эту премию, эту награду еще в течение года. Константина Заслонова и Женю Корженя похоронили, завернув в одну плащ-палатку, и похоронили вместе с другими партизанами в общей могиле. После войны их перезахоронили на привокзальной площади Ворше. Посмертно комбригу присвоили звание Героя Советского Союза. В 1948 году в Ворше появился музей, посвященный Константину Заслонову и подвигу партизан. В 2022 году в городе открыли новый современный музей. Большинство экспонатов из прежнего музея, оно перенесено в новую экспозицию. А кроме того, добавлено и почти столько же новых экспонатов. Так, двумя мемориальными предметами, которые представлены для посетителей, являются стул и чернильный прибор из рабочего кабинета в депо, который занимал Константин Сергеевич Заслонов. Сразу же, вот как был открыт музей, аршанцы стали туда приносить вещи. Они приносили документы, фотографии, какие-то личные предметы. Не только Заслонову, но и своих родственников. Ведь музей носит имя легендарного партизанского комбрига, но он посвящен не только Заслонову, но он посвящен памяти всех аршанцев, которые своей жизнью сделали вклад в освобождение родины от немецко-фашистских захватчиков. О нем снимали фильмы и писали книги. Его имя носят улицы, школы, поезда, железнодорожные станции. Константин Заслонов любил свое дело вопреки всему. Безденежью, мнению отца, риску для жизни. А еще комбриг верил в людей. Даже тех, кто по разным причинам перешел на сторону гитлеровцев. Редактор субтитров А.Семкин